Приветствую вас, мои юные художники! И снова мастер-класс! И мы снова рисуем зимний пейзаж. Вперед мы с вами нарисовали пейзаж дневной. День показали из-за снежный лес. А сегодня мы попробуем ночной пейзаж нарисовать. Зимний. И для этого нам с вами потребуется совсем немного. Всего три цвета гуаши. Это синяя, черная и белая. Кисточки для гуаши разного размера, от больших до маленьких. Палитра. Баночка с водой. И лист бумаги. Можно взять любой. Я взяла А4 и заранее прикрепила его скотчем к столу. Вы можете к планшету или так же, как я, сделать. Итак, приступим. Итак, начинаем. И начинаем, как всегда, с фона. Для ночного пейзажа нам понадобятся с вами цвета синего оттенка, черная и белая гуашь. Начнем с синий и голубой. Начинаем прямо поверху закрашивать большой-большой кисточкой, чтобы это было быстро и удобно. Оттенками синего. Можно совместить два. Один пусть переходит в другой плавно. Можно чуточку добавить беленького, но совсем немного, так как это у нас будет ночью, поздний вечер, когда уже темно. И совсем немного начинаем добавлять черного. Но не доводим прямо до черноты. Это все нужно также разбавить синим. Делая плавный переход. То есть мы не зачерняем наш лист, а просто делаем более насыщенным синий и голубой цвет. Это то, что нам нужно как раз. Серединку более насыщенный, с черным цветом, а к низу опять переходим к более высветленному цвету. Можно также немного беленького добавить. Но не выбеливаем прям хорошо, а немного буквально. И другой оттенок я в синего. Вы тоже можете какой-то другой оттенок синего использовать и добавить. И так заканчиваем мы весь лист бумаги. Закрашиваю его. Я все движения кисти делаю горизонтальными. Маленькие дети, они, конечно, начинают хаотично закрашивать. Но лучше сразу приучать их делать правильные движения кисти. В этом случае и кисточка не портится, и сам вид рисунка не менее красивым становится. Итак, вот фон нашего вечернего такого пейзажа практически готов. Еще чуть-чуть черный, короче, в середине. Как бы прям я втираю этот черный цвет. Все. И большую кисточку можно отложить. Она нам теперь уже так особо не нужна. Может быть, совсем чуть-чуть пригодится еще. Дальше я беру среднюю кисточку. Можно потонше. Вот примерно такого размера. Четверочку можно, шестерочку взять. И дальше нам нужна черная гуашь. Черная гуашь мы будем рисовать в силуэт домика. Домика, который мы будем видеть якобы на фоне нашего пейзажа. Ну, форму дома все, конечно, помнят. Да, строение дома из чего состоит. Это крыша и основание дома, стены. Вот мы крышу и видим, и рисуем. Ориентировочно это будет находиться в середине листа. Треугольную крышу. Начинаем рисовать. Вы можете любую форму дома взять и придумать. И таким способом можно рисовать любые картины именно зимнего пейзажа. Все, что вы задумаете, все будет выглядеть красиво. Не только домик может быть. Мы с вами и домик попробуем нарисовать, и вокруг него деревья. А вы уже, на что годится ваша фантазия, на что способна ваша фантазия, пофантазируйте, нарисуйте, что хотите. Можете повторить. И внутри начинаем закрашивать, но сразу наметим место, где у нас будут окошечки у домика. Пусть домик у нас якобы будет двухэтажным. И окошечки второго этажа вот здесь у нас будут. И внизу еще будут окошечки. И все, что вокруг окон, черным закрашиваем. Черной гуашью. Такие работы очень легко выполнить детям. Примерно возраста 8-10 лет абсолютно не составит труда. А можно вместе со взрослыми совместную работу сделать и экспериментировать. Нижнюю часть дома закрашиваем, но не до конца. И сразу нарисуем на окнах наши перекладинки. Тут можно тоже разной формы разную решеточку сделать. Какая вам больше нравится. Ну, я вот так вот сделаю. Так. И кроме домика у нас будут еще кусты и деревья вокруг дома расти. Вот сейчас снова вернемся к такой большой кисти. Щетине. Пусть она будет достаточно сухой у вас. Абсолютно немного обмакиваем водичку и кончики кисточки в красочку. И начинаем вокруг дома рисовать темные кусты. Вечером как раз таки мы цвета все не различаем. Такая особенность есть, что в вечернее ночное время все цвета, они ближе к черному. И вот мы силуэты этих кустов вокруг дома начинаем прорисовывать такими движениями точечными. И еще куст впереди. И еще кустик. Разной формы можно. То есть это могут быть и шарообразные растения, да, крона у деревьев, ветки. И конусообразные, если маленькие елочки где-то. Вот. И одно какое-то дерево мы прямо нарисуем, как будто оно впереди у нас, перед домом. И с большой-большой кроной нависает прямо на дом. Вот прямо и рисуем кисточкой эту крону дерева с одной стороны от дома. Показываю. Вот, посмотрите, никаких лишних цветов здесь нет. Но работа очень эффектная получается, красивая. Вот. Спускаем эту крону вниз постепенно. И здесь с кустами тоже, с какими-то она перекликается. Кусты можно и поближе сделать. Тут нет такого, что вы что-то можете испортить. Все, что вы не нарисуете, будет смотреться очень гармонично, как будто так и должно быть. Итак. Мы форму кустов и деревьев с вами сделали. Снова приступим к другой кисточке. Возьмем ее. И теперь покажем то, что у нас зима и выпало достаточное количество снега. Во-первых, крыша дома у нас должна быть вся снегу. Берем белый цвет гуаши и чуть-чуть голубого добавляем или синего. Вот такой у нас разбеленный голубой получается. И начинаем рисовать снег. Для того, чтобы показать объем на домике, мы с одной стороны совсем чуть-чуть нарисуем. А с другой стороны нарисуем пошире. Как будто этот домик мы с правой стороны больше видим, виднеется. И мы все наши кустики тоже посыпем снегом. Сверху прям, да? Как мы их рисовали. Шапочки такие оденем прям по форме. Кисточкой снежной. И не только сверху, можно и с боков тоже где-то снежок задержался. Прям оформлять можно форму вот этого вот шара, да? Допустим, у нас тут куст гортензии или сирени снегом засыпанный. Вот показываем форму. Естественно, чуть-чуть снега и здесь вот на кроне задержался. Вот мы можем показать, допустим, здесь у нас снег задержался. Прямо сверху показываем. Где-то вокруг окон обвести можно тоже снежок насыпала. На наличники задержался. И можем показать какие-то дорожки. Светит у нас свет. Может быть от звезд. Может быть от луны. От фонаря. Или от дома. Я бы еще вот этой большой кисточкой тоже снега добавила. Чуток. Ее нужно тщательно промыть. Вытереть насухо и кончики. Кисточки только в краску оболкнуть. И еще беленьким прям сверху. Практически наш пейзаж готов. Но он не закончен. Давайте мы его сделаем чуть-чуть более жизненным. А именно в окна наши добавим света. Для этого нам понадобится как раз таки наш желтый цвет. Желтая гуашь. И немного красного. При смешивании получается оранжевый цвет. Чудесный оранжевый цвет. И вот внутри окна мы таким оранжевым цветом и закрасим. И сразу будет впечатление, что у нас там живут люди. И они, например, сейчас ужинают. Или играют в какие-то игры. Или читают книги. А может быть у них вообще сейчас там праздник. И они веселятся. Все что угодно можно нафантазировать. Но главное там жизнь. В этом домике. И он не пустой. Сразу такой чудесный домик кажется. И волшебный. Может быть там канун Нового года или Рождества. И все ждут чуда в этот момент. Ну а так как у нас в окнах светит свет. То от окон он естественно падает на ближайшие предметы. И поэтому мы вот здесь чуть-чуть подсветим. Да? Свет падает желтеньким. На вот эти вот кусты, которые под окнами. Чуть-чуть желтым подсветим мы. И в принципе этого достаточно. Ну а еще больше, чтобы было впечатление зимы и сказки. Насыпем мы вокруг снега. Белой кисточкой, тоненькой. Давайте снежок нарисуем. Разбросаем его везде. И на домик. И деревья все. По всему-всему листу. Будет красота. Можно это делать любым способом. У нас есть с вами тоже наш любимый способ, когда мы набрызгиваем, да, зубной щеткой или кисточкой. Так вы тоже можете попробовать засыпать все снегом. Ну, я сегодня решила кистью. Снега можете не жалеть. Чем больше снегопада вы нарисуете, тем тоже будет красивее и сказочнее. Я вам желаю удачи и творческих успехов. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok